То есть вода стоит прямо сейчас. Вот видите. По периметру 20 сантиметров. В центре больше полуметра. Вода затопила двор, скрыла фундамент жилого дома. Грунтовые воды атаковали село Любяжье в конце марта. Уже конец апреля, а вода не отступает. Вода уже начинает цвести, она зеленеет, никуда не уходит. Абсолютно не на один сантиметр. То есть у нас здесь плавают утки. Прямо за забором утки. Вода пришла и в потпол жилого дома. 5 сантиметров. И она зальет комнаты. Сейчас сумма ущерба достигает 100 тысяч рублей. Но цифра явно увеличится, уверена Анна. Подтопление эти череваты. Вот у меня чуть не утонул, что не погибло животное. Подтопление череваты, что естественно все перекрытия, вот эти полы, все это просто сгниет. Сейчас это все пропитано водой. Все стройматериалы, которыми полы укрыты, линолеум, ламинат, это все начнет вздуваться. В апреле администрация выезжала к подтопленцам и неоднократно откачивала воду. Бесполезно. Грунтовые воды нет смысла откачивать. Помочь может новая система водоотведения, уверена женщина. На территории села Лебяжа водоотведение осуществляется поверхностным стоком по водоотводным каналам. В паводковый период проводятся работы по прочистке водопропускных канав для пропуска талых вод при активном снеготаянии. А также оказывается помощь по откачке талых вод с низменных участков в случае необходимости. Дом у Анны застрахован. Но она уверена, что страховая сумма явно не покроет затрат на ремонт. А между тем, женщина все же надеется, что путь решения ежегодной проблемы найдется. Ведь от грунтовых вод дома разрушаются, и люди могут лишиться единственного жилья. Валентина Аскерова. День с толком.